Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Джон Чарльтон, английский художник и иллюстратор исторических и особенно батальных сцен, в основном из современной ему истории. Родился 28 июня 1849 года в Бамбурге, Англия. Получил первые уроки рисования от своего отца, когда ему было всего 3 или 4 года. И уже через несколько лет рисовал лошадей с некоторым мастерством, я пользуюсь переводной википедии. Работа в книжном магазине Нью-Касла мистера Робинсона, увлеченного коллекционера работ Томаса Бьюика, отца гравюра на дереве, позволила ему оценить графическое искусство. Именно здесь начинающий художник начал подражать работам мастера. Посещал вечерные занятия в Нью-Касловской школе искусств под руководством Уильяма Белла Скотта. Рисовал лошадей и собак, получил несколько заказов на изображения домашних животных. Дебютировал в Королевской академии в 1870 году, а его первая картина на военную тему, тренировка артиллерийских лошадей, морозным утром, появилась 3 года спустя. Робинсона посещал занятия в музее Южно-Хенсингтона, ныне музее Виктории и Альберта под руководством Уотсона. Многие иллюстрации, появляющие на графике, изображающем это событие, были сделаны рукой Чарльтона, особенно во время египетской кампании 1882 года, когда ему пришлось рисовать многие зарисовки очевидцев, опубликованные в газете ее специальными художниками, а также солдатами. Познакомившись с богатством военной иллюстрации, он решил попробовать свои силы в создании большой картины на холсте на военную тему, и в 1883 году изобразил, как британская артиллерия входит в тыл противника, в тыль Эль-Кабири, 13 сентября 1882 года. Эта работа была хорошо воспринята. Чарльтон иногда обращался к воинам более ранних периодов, или иностранным воинам без участия в Великобритании. В середине XIX века выставил свою первую работу в Королевской академии, после чего последовал период интенсивной творческой активности, в течение которого он занимался войной тематикой. Потрясение от потери двух его сыновей на Западном фронте было слишком сильным, чтобы вынести его. И 10 ноября 1917 года, когда война еще вышивала, Чарльтон скончался после непродолжительной болезни в возрасте 68 лет. Он создал множество иллюстраций для The Graphic, но его картины маслом, изображающие военные сцены и баталии, редко упоминались в рецензиях. А его картины о Великой войне были раскритикованы, как анахроничные и больше подходящие для прошлого века. Картина драматична и хорошо выполнена тщательно в внимании к детали. И он, безусловно, занимает одно из первых мест среди своих современников – Ричарда Кейтона Уудвилла, Джеймса Принца Идла и Уильяма Барса Волена, как один из выдающихся британских художников-баталистов позднего викторианского периода. Вот так вкратце и из Википедии об английском художнике и иллюстраторе исторических и особенно батальных сцен – Джон Чарль. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.